В ночь на 13 сентября между вооруженными силами Армении и Азербайджана начались боевые столкновения. Каждый из сторон обвиняет друг друга в обострении. Сейчас ситуация нестабильная. Обсудим. На связи со студией политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, что стало очередной причиной столкновения между Арменией и Азербайджаном? Вы знаете, насколько я понимаю, там идут взаимные обвинения. Но я долгое время занимался карабахской проблематикой. Ездил на линию фронта, на разграничение линии, в общем, в течение уже 9 лет я этим занимаюсь. И вы знаете, все время, когда были подобные провокации и разбирались комиссии определенные, ну, мягко говоря, виновна была армянская сторона. В большей степени. И сейчас, на мой взгляд, все, что произошло, далеко не случайно. Были подписаны мирные соглашения в 2020 году при посредничестве России, как все мы помним. И Армения должна была выполнять определенные условия по демилитаризации, демилитаризации границ, там, разграничения и так далее. До сих пор по этому направлению были минимальные подвижки, минимальные. Все время были консультации, но Армения часто, и мы видим, что все время обращается то к Западу, то к Госдепу, то в Брюссель, чтобы изменить кардинальную ситуацию в свою сторону. И вот сейчас, вот данный конфликт, на фоне того, что Россия занимается специальной военной операцией, он не случайен. Я скажу так, буквально за несколько дней до конфликта, фамилию не помню, но американский спецпредставитель, приехал и провел консультации в Ереване. И он должен был поехать в Баку, но он не доехал. А почему? По непонятным причинам. И через три дня, буквально после его визита, вот произошло вот это столкновение. И опять же, нужно понимать, что оно произошло буквально за три дня до саммита ШОС. Это тоже все не случайно. И опять же, призыв Пашиняна в очередной раз к ОДКБ, ведь сколько было таких столкновений, и все время Армения призывала ввести войска ОДКБ. Все время было отказано. После определенных разбирательств делались выводы, да, ну, если войска не вводили, значит, делались определенные выводы. Ну, мы же понимаем, что, значит, не было причины, значит, была некая, ну, провокация, либо, ну, что-то другое, как это объяснить. Сейчас ОДКБ посылает туда комиссию. То есть, естественно, никто не будет вводить войска. Ну, это смешно. Вот, и потому что и Азербайджан подписал 22 февраля, кстати, за день до спецоперации подписал с нами союзную декларацию, да, то есть, как бы взял определенный низкалитет. Несмотря на то, что мы знаем, что Азербайджан входил в Гуан, да, там, это Грузия, Украина, Азербайджан, там, как бы, якобы на тот момент считал, ну, такой блок против интересов России, но Азербайджан всегда занимал дружественную к нам позицию. И, соответственно, вот Армения, Пашинян буквально, и я прошу обратить внимание, что Пашинян вот недавно был на экономическом форуме на Дальнем Востоке. Это за три дня, за два дня вот. И он сказал, говорит, что нас обижают, будет ожидаться, ожидается провокация. Забросил такую фишечку. Ну, и вот мы это увидели. Я не знаю. Евгений Александрович, вот нужна ли сейчас война Армении и Азербайджану? Нет, конечно. Нет, ну, знаете, у меня однозначное мнение, что в случае боевых действий, ну, если никто не будет вмешиваться, это не только мое мнение, конечно, Азербайджан разгромит Армению, но мы этого не позволим, естественно, да, у нас и база там есть, война там не нужна. Война нужна третьим силам прежде всего, чтобы ослабить Россию. Кому выгодно обострение конфликта? Евросоюзу и Соединенным Штатам, однозначно. А почему? Российская диаспора, ну, как бы так, во Франции очень мощная, и вот, и в России очень мощная, но Россия, это российская диаспора, она помогает, да, как бы пытается участвовать, наоборот, в биотворческом процессе сейчас, ну, за исключением того, кто награбил, да, Рубен Варданян и уехал, взял гражданство и там будет сейчас играть в свои игры, в политические, вот. Вот, и противовесы с других сторон, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Они больше всего заинтересованы в вечном конфликте, при том, что Армения сама не способна себя обеспечивать, да, мы обеспечиваем полностью и безопасность. И вот в данный момент это, я считаю, направлено против интересов России, независимо от форм, кто в этом поспособствовал. Вы знаете, я сказал бы не англосаксам больше, а не британцам, а американцам. Англосаксы в этом здесь участвуют несколько, они с другой стороны, там больше со стороны Турции, они плотно сидят, и в Азербайджане есть англичане, да, но данный конфликт больше интересен Соединенным Штатам и Евросоюзу. Англосаксам всегда интересно нас унизить и где-то приземлить. Ну, тут как бы я просматриваю именно вот эти направления. А вот какие интересы у Турции в этом конфликте? У Турции, ну, вы знаете, Турция у нас сейчас на данный момент хороший попутчик. Ну, скажем так, Турция зарабатывает огромные деньги, не поддерживает санкционную политику, да, и, на мой взгляд, для Турции не выгоден этот конфликт, тот, что произошел, потому что, во-первых, это право, теперь непонятно, когда будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, да, планировали запускаться логистические серьезные проекты, в том числе и Замгизорский коридор, который принес бы колоссальные деньги той же Армении. Но нам бы помог, опять же, ну, учитывая санкционную политику, это, на мой взгляд, конечно, обеспечивать товаропоток и в Россию, и через Азербайджан, Армению, Турцию. То есть это бы другие логистические маршруты были бы усилены. Так что, я думаю, Турция не заинтересована в этом конфликте. А какие интересы у Ирана? А какие интересы у Ирана? У Ирана какие интересы в этом конфликте? У Ирана сейчас, как бы, я бы не... Вы знаете, изначально мы все знали, что Иран пользовался определенными отношениями и поддерживал Ереван, да, потом несколько были моменты, когда он начал бряцать оружием, Азербайджан напрягся там у границ, разрулили. Иран – это своеобразная страна, и сейчас у Ирана тоже нет интересов, на мой взгляд, именно в этом конфликте. Сейчас интерес у Ирана, у Турции, у Азербайджана и в том числе и у Армении, чтобы конфликт и России, конечно, конфликта не было и развивать регион. В этом должны быть заинтересованы, прежде всего, сильные страны региона. Армения – не сильная страна. Но, опять же, если она считается союзником России, она не должна быть заинтересована ни в каких конфликтах. Но, учитывая то, насколько много ориентированных в самой Армении лидеров политических на Запад, это никто не скрывает, там и масса НКО, и Соросы, и фонды, все они там сидят. И, опять же, 10 биологических лабораторий двойного назначения. В Армении – крупнейшее там посольство, ну, неважно. И при этом они наши главные партнеры, считаются союзники на Южном Кавказе. Ну, так и ведите себя, как союзники. Если Россия что-то говорит, а Россия, ну, я уверен, что мы во многом, многим недовольны, то, что происходит в Армении. Ну, вот, они нам улыбаются, пашинян, по крайней мере. Армянский народ нам братский народ. Но вот им не везет, на мой взгляд, с политиками. Просто с политиками, которые творят, вот, они на все стороны. Маленькое государство, но имеет большие диаспоры, да. И вот у них нет цельного кулака политического. Одни смотрят в Европу, Брюссель все время улыбаются. Другие смотрят, там, в США. Третьи смотрят на Россию. И вот эта рыба, рак и щука позволяет там твориться тому, что там происходит. Евгений Александрович, а какова должна быть роль России в урегулировании конфликта? Можем ли мы позволить себе встать на чью-то сторону? Мы не можем себе позволить встать на чью-то сторону. Но мы должны, опять же, обеспечить, прежде всего, соблюдение обеими сторонами тех договоренностей, которые были подписаны в ноябре 2020 года. На данный момент все время выказывается претензия и Заву Олеговна, и российской стороной, что именно армянская сторона не торопится выполнять. Вот тогда войну остановили, все выдохнули и начали... Ладно, если бы этот вопрос решался между Азербайджаном, Турцией, Россией и Арменией. Но Армения ведь стала больше делать... Ведь даже после этого конфликта кому позвонил Пашинян? Он позвонил министру обороны Шойгу и сразу же позвонил главе Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Ну, это двойная игра. Ну, как-то так, да? То есть мы как-то должны понимать, вы наши, вы же в ОДКБ, а почему вы звоните в Соединенные Штаты Америки? То есть здесь очень много непонятного, есть много претензий. И, конечно, Россия не заинтересована и не встанет ни на одну из сторон. Но она будет прежде всего на своей стороне, на стороне того, что она является гарантом в этом регионе, да, мегатворческого процесса. И она будет требовать исполнения достигнутых договоренностей. Ведь, по сути дела, все эти договоренности, которые были достигнуты, они в итоге все ожидали, что через год-полтора будет подписан мирный договор. Все, его сейчас пока не будет. Вот это произошло, это однозначно еще неизвестно, насколько оттянется подписание. Евгений Александрович, а вот ОДКБ и ООН какую изберут линию поведения? Я бы на самом деле, и ООН, я ООН сейчас вообще не воспринимаю как организацию. Судя по тому, что творится, как они относятся к нашей стране, какие они делают высказывания на фоне специальной военной операции. Я вообще вижу сейчас это подобие Лиги наций, которая вот перестала существовать. Вот. И как бы... Вот они сделают пару заявлений. Вы знаете, очень много было заявлений раньше со стороны Брюсселя, со стороны ООН именно антиазербайджанских. Несмотря ни на что. Ну, это вот были такие экзолюции. И при этом они хотят... Евросоюз пытается отодвинуть Россию от решения проблем на Южном Кавказе. Это очевидно. Ну, Британия, Англосаксы и Евросоюз, естественно. Вот. А вот ОДКБ, я думаю, что в рамках протоколов ОДКБ не будет введено никаких войск. Будет проведена комиссия, и сейчас боевые действия никто не допустит. Будут... Опять же, стоит учесть, сейчас будет Шалхайский саммит в Самарканде. Там будет встреча Владимира Путина. Там же будет Алиев, Путин, Эрдоган, президент, руководитель Китая. И будут проводиться согласования, переговоры. А учитывая, что у Алиева достаточно неплохие отношения с президентом России, Владимиром Путиным, я думаю, что будут расставлены определенные точки над ей. Будет наверняка данные контроля, да, определенного разведданного, кто как виноват. Плюс еще комиссия ОДКБ сделает свои выводы. И мы, конечно, не узнаем, что там президент или кто-то позвонит Пашиняна и скажет, ты там поосторожней, ну хватит уже. Будут, конечно, приняты определенные выводы для того, чтобы не допустить... Вот, кстати, как вы видите развитие вот этой всей ситуации в ближайшее время? Будет замороженный конфликт. И будут постоянно происходить подобные стычки. Вопрос только в каком стадии. И здесь нужно решать вопрос, вызывать, ну, грубо говоря, проводить согласование Пашинян, Алиев, Путин, возможно, Эрдогана привлекать к этому уже напрямую, не министров там каких-то, а вот здесь проводить такие встречи, чтобы не допустить появление, ну, Третьей Карабахской войны, да. То есть Азербайджан, естественно, имеет свои претензии. По договору, по достигнутым договоренностям, которые были раньше, в ноябре месяце, Армения в рамках там дебилитаризации, дебилитации, здесь, она обязана была передавать какие-то кусочки земли уже после. Ну, то есть границы делать, выстраивать там в рамках каких-то годов. Это было договорено. Сейчас они не выполняют, получается, вот провокационные вот эти действия. Опять же, где-то они прикрываются, и это было, были претензии, когда они из-за спин мегатворцев кидали в азербайджанских военных гранатах. Ну, это все было, тут отрицать не стоит. Просто здесь, конечно, только переговоры, но без участия ауглосаксов, ну, естественно, Евросоюз. Только так. А конфликты будут. Мы благодарим вас за это интервью. Всего вам доброго и хорошего дня. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.